Приветствую! Это шоу Красного Ханжи. Мы ищем чушь и охенею там, где они есть. И там, где, по общему мнению, их быть не может. Святые угодники, это что за убожество? Самые идиотские слова из тех, что я слышал. А уж поверьте мне, идиотов за свою жизнь я повидал немало. Да-да, мальчики и девочки, перед вами я, единственный и неповторимый Джокер. Почему я? По правде и сам не знаю. Просто с утреца подкатили какие-то ублюдки, выдали мне идиотские шмотки, повесели за спину советский флаг и предложили сделать рецензию на фильм. Со мной! Пообещали мне за это скостить аж целых десять лет. Но это если меня сначала из дурки выпустят. Но я подумал, а почему бы и нет? В конце концов, самая главная проблема этого местечка. Невыносимая, черная, беспробудная скукота. К тому же, еще пара сотни от таких рецензий, и я еще выйду на свободу честным человеком. Итак, дамы и господа, отряд самоубийц. Что еще и год называть? Боже, ну и тоска. 2016. Начинается фильм с бородатого черного сэка. Чел находится в прекрасной физической форме. Видимо, благодаря дошираку без кипятка. И лупасит по груши из набора сделай все сам очумелыми ручками. Ну хорошо, допустим, я притворюсь, будто верю, что это просто свернутый матрас. Ну а тросы, на которых можно, простите, повеситься, ему кто в камере держать разрешил? Слушайте, я срочно требую перевода. Может быть, тогда мне наконец выдадут то, что я у вас бесчувственные чербаны. Прошу уже давно. Мой клоунский набор. В конце концов, что страшного может быть в дуделке или петличном цветке? Флойд, подойди к двери! Стоп-стоп-стоп. Флойд? Флойд Лоутон? Как его там? Пинг-понг? Детсад? Камшот? А, дэдшот! Не может быть! С каких это пор дэдшот негр? Это, наверное, какой-то другой Флойд. Пинг-флойд. Хотя они это тоже не вяжутся. Так и до розовых единорогов можно договориться. А кому в здравом уме в голову могут прийти розовые единороги? Хе-хе-хе-хе. Господи ты боже мой! Больные вы орехнувшиеся ублюдки! Флойд Лоутон. Он же дэдшот. Так, все-таки перекрасили. Слушайте, вы сказали, что тут есть я. Так вот, если я тоже негр, то давайте типа это сразу завязываем. Завязываем. Фильм говно, мне минус десятка, расходимся по домам. Мой дом Мейхем Стрит 13, город Готэм. Вызывайте такси. Денег у меня нет, но думаю, они водителю потом не пригодятся. Хе-хе-хе-хе. Что, нет? Ну вот так всегда. Ладно, вернемся к Блэкшоту, который задает дурацкие вопросы и троллит охрану. Несмотря на то, что на наращались, явно уже не первый день. По-другому же крутизну ведь никак не показать. Так что наслаждаемся результатами. Опа, это что, Харли? Нароже дебильная татуха, помпончики чуток поменьше, синяки зажили, а на теле ни ожогов, ни рубцов. Но все равно похоже она. Хе-хе-хе-хе-хе. Я ручок и сценаю. Точно, она. Интересно, а за что это с ней так? Ты отправила на больничную койку пятерых моих ребят. Ай, дрянная девчонка. Но это же вроде как не Гуантанамо. Даже в Блэкгейте и Архэме с нами никто так не обращался. Что? Темные правительственные схемы? Типа Гуантанамо? На территории США? Это что получается? Над заключенными можно и дома изгаляться? Ну и зачем тогда секретные иностранные дюрьмы вообще нужны? Вывози Аль-Хасана куда-нибудь на Алабамщину и пытай себе, пока все сверла не сломаются. Хе-хе-хе. Кстати, походу кто-то затер девидишку с Варкрафтом до дыр. Ибо клетку посреди пустой комнаты для полуголой бабы – это именно то, что нужно в тюрьме. Развлекается Харли примерно так же, как и Бразошот путем нежного мазохизма. Что вы тоже заметили, как в фильме нас пытаются обелить? Мол, это не мы плохие. Это плохие люди делают нас плохими. А я вот уже не первый год говорю, что во взрыве того автобуса с пенсионерками. Виноват вовсе не я, а... Бэтмен. Хе-хе-хе. Так, кто следующий? А никто. Вместо очередного соицидника нам подсовывают Аманду Уоллер, которая и стоит за отрядом самоубийц. Но сначала, конечно, надо немножечко панить про... Смерть Супермена? А он че? Умер? С катертью Дарошка. Никогда не любил этого посса в гейском трико. Что же придумала хитрая тетя? А решила собрать интернационал из фриков, мутантов и прочих отморозков и поставить его на службу сил добра. Понятно же, что эта славная гоп-компания ярких преступных индивидуальностей только подсозидательный труд и заточена. Суперменам повезло, он разделял наши взгляды. С новым Суперменом может быть иначе. Алло, гараж! Кого это она собралась бросить против следующей твари, которую не берут даже атомные ракеты? Меткого стрелка или чокнутую бабу с дубинкой? Кто этот сценарий писал? Безумный шляпник! Я, кстати, кое-что знаю о настоящем отряде Икс. Наши драгоценные правители пользуются им, когда надо замутить какое-нибудь темное дельце. Нет, не загеноцидить динозавров на каких-нибудь там островах. Такая шиза может только Харли в голову прийти, а кого-нибудь грохнуть, что-то взорвать или украсть. Если же суицидник попадётся, то, как говорится, у нас с отморозком, приговорённым к смерти в пяти штатах, ничего общего нет и быть не может. Короче, ничего нового. Ну а далее, под дорогую жратву в элитном кабаке, происходит более тесное знакомство зрителя с героями фильма. Причём, о моя бедная голова, в той же очерёдности. Сначала Дэдшот. Вернее, это должен быть Дэдшот. Но поскольку его играет Уилл Смит, то перед нами Уилл Смит в роли Уилла Смита. Кстати, оцените маразм. Нам заявляют, что Дэдшот оказывается самый разыскиваемый киллер в мире. Хотя даже собакам известно, что самым-самым у нас является Дэвстроук. Только вы это, Лоудуна об этом не говорите. Он же на говно и зайдёт. Ну а затем начинается вообще какой-то цирк. Дэд в последний момент ноет, что деньги не пришли. А тут кто его нанял, сквозь зубы цедит. Я не раздаю авансы. Ау, вашу мать, вы не забыли о ком речь? Это самый разыскиваемый киллер в мире. Попробуйте такого кинуть на бабки или нагрубить. Ну, не стал бы настоящий Дэдшот унижаться звонками в последний момент. А шутить так с ним стал бы только Смертник. Ну а нет, Дэд торгуется как на базаре. А потом небрежным движением устраняет цель. Кратизна, как она есть, да. Впрочем, у этого отморозка есть и слабое место. Дочурка. По идее, если у Дэдшота осталось что-то человеческое, он должен держаться от ребенка подальше. Например, чтобы у дочки не поеделась идея пойти по его стопам, или чтобы ее самой не воспользовались, чтобы достать его лично. Но это ведь скучно. Поэтому днем папочка убивает людей, а вечерами нянчится с дочуркой. И мечтает, знаете о чем? Чтобы она могла жить вместе с ним. Прекрасное устремление. Если вдруг обиженные недруги Дэда решат взорвать дом вместе с ним, дочке самое место рядом с папашей. Но главного вы еще не слышали. Выясняется, что несмотря на миллионные заработки, Дэдшот не может получить дочку законно. Ведь он такой рьяный фанат закона. А еще этот милый человек нагло врет прямо в глаза той, в ком души не чает. Ты ведь людей убиваешь. Я не убиваю, это ложь. Так сказать, еще один штрешок к портретику милого человека. Мамаша, кстати, тоже с приветом. Отпускает дочку гулять с убийцей в прикиде хронического сутенера. Короче, после очередного воежа по магазинам, Дэдшот берет за задницу Бэтмен. Ну и тут Дэд, как говорится, раскрывается по полной. Готов прямо на глазах у дочери завалить синоним справедливости нашего мирка. Ты уж определись, что ли. Или ты выродок и убиваешь людей, как дышишь, или все-таки отец, пытающийся научить ребенка чему-то правильному. Я, конечно, не доктор, Но первое и второе сразу попахивает шизофренией. Впрочем, клоун в черных трениках тоже хорош. Не скажу, чтобы я был остренибеце высокого мнения, но даже мне ясно, что перед нами не он. Напасть кулаками на папашу с ребенком перед глазами этого самого ребенка и, более того, воспользоваться детем в качестве щита и рычага давления Настоящий Бэтмен просто не способен. Более того, он бы в мясо разбил рожу того, кто на это таки способен. То есть мне. Потом следует флешбек о Харли Квинн. Типа она была психиатром и сама рехнулась после сеанса психотерапии... Со мной. А-а-а-а! Святая матерь божья! Что это за чучело? Типа так, по мнению идиотов, выглядит Джокер будущего. Весь в портаках и перламутровой зубной пасти с полным хлебалом железных зубов? Он чё, косплеит челюсти из Джеймса Бонда? Нет, зубы я терял Спасибо кровососу в латексном трико Но почему-то у меня находились средства и способы Восстановить мою ослепительную улыбку В конце концов, что это может быть за клоун без зубов Этому же фрику напихали полный рот металлолома Да так что он даже говорить нормально не в состоянии Будто в пасть камни напихали, да? Короче, я его буду называть этот Джокер Типа Джокер Или просто мерзкий, гадкий, противный самозванец А может и не буду? Ну, вернемся к моей милашке-долбонашке Казалось бы, что может сделать всего один доктор В дурке для особо отмороженных психов Оказывается, многое Например, незаметно пронести целую группу засистки В дебильных костюмах Наверное, в сумочке Хе-хе-хе-хе Ну а затем зрителю пытаются рассказать Какой я психованный псих Сам, значит, предлагаю свою женщину Человеку, которая гребет для меня бабло лопатой А когда тут отказывается Хе-хе-хе, его убиваю Какой же это бред, чушь, кошмар Мне вовсе не нужна причина, чтобы кого-то грохнуть Ведь главное что? Главное веселье Но вот сама идея, что я в трезвом уме И помутненном сознании Могу предложить другому то, что Мое поправу, мое Вызывает у меня желание свернуть кому-нибудь шею Ну, ради смеха Как бы то ни было После череды дебильных поступков Которых я то люблю Харли То уж и почему-то не люблю Она тоже оказывается в руках Готэмского нетопыря Далее идет знакомство С остальными суицидниками Так сказать, оптом Капитан Бумеранг Диабло Нет, не этот И киллер Крок Грабитель, гангстапироман И каннибал-мутант Ну, а дополняет эту славную кампанию Уродов и извращенцев Ведьма А точнее, чародейка А откуда она взялась? Ну, однажды Некая крашеная топ-модель Вернее, ученая-археолог В одиночку поперлась в южноамериканские дебри Невредимой добралась до какой-то пирамиды Уже волшебница, да? А затем Удачно так упала на дно И обнаружила статуэтку Что делают настоящие ученые Когда находят какой-нибудь артефакт? Правильно! Ломают его на куски Исследование истории Оно как раз такое Так, очень кстати И был выпущен на свободу Дух мега-мета-бобищи Которая тут же занимает новую тушку Самый прикол в том, что Несмотря на жизненный опыт В шесть тысяч лет Супер-мега-богиня Не сообразила забрать с собой то При помощи чего ее можно контролировать Иголку в яйце! Ой, сердечко в банке для анализов Которые люди Аманды Уойлер Просто на раз-два нашли Ну ладно-ладно Банки нет Зато есть чемоданчик с бомбой Спросите, как это у Аманды Все так легко получилось? Не знаю Может потому, что сценарий писал Слабоумный дошкольник? Хахахаха В общем Из таких вот Людей и состоит Команда Хэ Причем Уойлер Ничуть не сомневается Что без проблем Заставит банду отморозков Выполнять свои прихоти Как? Так у нее же есть Суперсредство Обеспечения лояльности Мы представим к ним Лучшего офицера спецназа В нашей стране Ага Оно и видно Поцелуй же меня, наконец. Эта тряпка и правда лучше спецназовец. Тогда дело дрянь, вас кто-то обманул. Причем сама идея Аманды совокупить его с ведьмой и таким образом себя подчинить тоже попахивает кретинизмом. Кто знает, что может взбрести в голову влюбленному человеку. Вдруг чародейка заставит его ее освободить. Кстати, мне приходилось сталкиваться с настоящими ведьмой и флагом. Это не те люди, которые дадут себя контролировать. Их можно только уговорить. Поэтому в отряде Крестика они находятся абсолютно добровольно. Первый вроде что-то там наобещали, а второй натуральный отмороженный патриот, который работает за идею. Милые люди. Далее мы переносимся в Пентагон, где Аманда пытается убедить генералов в необходимости отряда Хэ. Ведьма демонстрирует такие способности, которые даже Флэш заставит биться в истерике. За две секунды она похищает секретные документы Фэнти Геране и возвращается назад. Хм, а свое сердце в двух метрах от себя слабо украсть. Если путь длиною больше, чем 20 тысяч километров отнимает у тебя всего две секунды, то сколько тебе нужно на пару шагов? И не надо мне рассказывать про датчик в чемодане. Существо, которое проходит сквозь стены и носится в 20 раз быстрее 4-й космической скорости, будет уже за Юпитером, когда бомба сработает. Но нет, вместо того, чтобы размазать по стенам всех в этом здании, ведьма всего лишь капризничает, а ее носитель-археолог чуть ли не закатывает истерику. Короче, Аманде дают добро, и мы переносимся на посадочную линию. Где они? Действительно, где? Есть три варианта. С углом, на багамах или сидят себе по камерам. Ты ж вроде умная. Ха-ха-ха-ха, ну где зэки могут еще находиться? Переговоры начинаются так себе. Впрочем, сразу было понятно, что особого стимула идти навстречу Аманде нет ни у кого. Кроме Дэдшота. Тот все еще считает, что его дочери с папашей-убийцей жить будет лучше всего. Поэтому балван Шотта затаскивают на стрельбище, где происходит аж целое третье с ним знакомство. Что надо делать с прославленным убийцей, который, как он сам же и утверждает, никогда не промахивается? Правильно, выложить перед ним склад оружия, среженного боевыми патронами. А ведь у Дэда пожизненных сколько уже? Пятнадцать? Шестнадцать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. К тому же, крок вон мочит охранников направо и налево. И ничего ему за это нет. Это новий тип. Так какая нахрен разница? Если он меня пристрелит, убей его. А, ну да-ну да. Давай, спусти курок. Верю. Ради этого она сюда и прилетела. Ну а дальше начинаются настоящие чудеса. Флойд принимается палить из различных стволов с широчайшим спектром характеристик и попадать всегда в одну и ту же точку. Нет, Дэд, конечно, крут. Но побойтесь бога, он меткий стрелок, а не колдун, заговаривающий боеприпасы. Иначе зачем тогда целиться? Пали себе в небо, а поли потом сами в кучку соберутся и куда надо попадут. Ха-ха-ха! Это ж сколько надо вынюхать, чтобы до такого додуматься. Короче, показательно отстрелявшийся Дэдшот выкатывает свои хотелки. Потом она пойдет в колледж, вроде Гарварда. И это что еще за цирк? Разве самому разыскиваемому киллеру в мире? Удвое сумму, раз ты такой кретин. Не хватает денег, чтобы отправить дочурку в универ самостоятельно? Как бы то ни было, Аманда убеждается, что... Психопаты и головорезы. Словно раньше этого не знала. Однако на вполне здравые заявления флага... Вам нужны солдаты, а не эти отбросы. ...несет какую-то чушь. Это третья мировая. Потому что с кем они собрались воевать, зачем и почему, до сих пор не ясно. От слова совсем. Как и то, нахрен эти переговоры были вообще нужны, если Уоллера сразу решила отморозков к повиновению принуждать. Ха-ха-ха. Ну а затем нам показывают, как типа Джокер рыдает от душевных страданий. Ведь я просто жить не могу без Харли. Так сильно я люблю. Вот так. И так. И вот так. А еще вот так. И даже вот так. А вот так она любит меня. Ах, ты грустный, подлый бензамец! Ну, в общем, вы поняли, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но этого клоуна, естественно, штырит от чувств, будто собаку при течке. Ну и пока он склоняет к сотрудничеству начальника тюрьмы, чародейка, наконец, вспоминает о своих способностях и перекидывается прямо на глазах полкана. Хотя, по идее, могла дождаться, пока тот отвернется, и за две секунды сгонять еще раз в Тегеран, потом в Бангладеш, потом метнуться в Тихуану, между делом три раза поколбаситься наибицы и семь раз кусануть утку в Пекине. Но незаметно же скучно, поэтому нужно напрячь полкана, запудрить ему мозги и лишь потом ненадолго отойти в квартирку к негритянке. Казалось бы, та дрыхнет, а чемоданчик вот он тут. Хватай и беги куда-нибудь на луну. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, а нет, эта преподочная, видимо, тоже страдает мазохизмом и любит, когда ее мучают. По крайней мере, по-другому этот маразм никак не объяснить. Зато обыск в квартире Аманды дает точно такую же статуэтку, как и та, в которой была заключена ведьма. Какое удачное совпадение! Короче, дело за малым разломать статуэтку и выпустить еще одного гига-мега-мета-человека в мир людей. Интересно, если они такие могущественные и все такое, кто их укупорил-то по статуям? Разумеется, об этом молчок. Ну кому может быть интересно, кто так нагнул самых крутых из металюдей? К тому же, если этой темы коснуться, то дырявый сценарий вообще по швам пойдет. Ведь тогда придется рассказать, что помимо двух укуренных утырков в мире полно других колдунов и чародеев. И я зуб даю. У них хватило бы силы завернуть рога и ведьме, и ее братцу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да-да, спустя пару идиотских эпизодов чародейка окончательно объединяется с Родаком и готовится поставить мир на колени. Обратите внимание на вопли жалких людишек. Наш оружие висит. Я думал, все под контролем. И правда. Уродливая нечто, сляпанная в 3D-максе индийскими программистами, устраивает настоящий беспредел. И жопные мегалучи проходят как сквозь масло и через камни, и через сталь. А вот людишек почему-то всего лишь отбрасывают. Казалось бы, самое время для появления супергероев. Так где Супермен? Ну ладно, он сдох. Тогда где черная половая тряпка, чудо-женщина, флэш, зеленый фонарь, шазам, марсианский охотник и еще целый зоопарк суперобезьян? Где магии колдуны? Затана, Доктор Фейд, Константин, Этриган, Ворон Маниту и остальной зверенец волшебных обезьян? Нету. Тупые людишки продолжают огребать люлей. Для чего это все? Ну разумеется, чтобы появилась нужда в команде Хэ. Так отмороженные сценаристы и отправляют отряд Крестик разгребать проблемы, созданные самим отрядом Крестик. Но для начала еще немного идиотизма. Ибо даже после 35-го Это новички. Наивные тюремщики не в курсе, на что способны их подопечные. Поэтому там, где хватило бы одного дротика с седативным или газа с потолка, мы снова наблюдаем дурацкий цирк. Дальше небольшая прививка в виде бомбы и в путь. Хотя нет. Сначала секретный начальник секретной тюрьмы секретно дает Харли мобилку от типа Джокера. Да-да, на голосах у солдат. А потом еще и секретно вопит им в затылок. Потому что это очень умное кино. Ну а затем следует унылый инструктаж унылого полкана. Вы отправитесь в очень плохое место и погибнете при исполнении. Герой, блин. Такой даже детвору не замотивирует за мороженым сходить. Короче, наридившись в шмотке подебильнее, команда Хэ получает инструктаж. Спасти важного человека и все такое. И тут внезапно, откуда не возьмись, нарисовывается еще один член команды. Катана. Эээээ, с Катаной. Моё прикрытие. Ни предыстории к этому, ни предпосылок, ничего. Просто появилось и всё. Тогда почему именно она? Почему не Селёдка Мэн или Зелёная Кочерга? Никакого ответа, разумеется, не будет. Ну и пока все они дружно летят на миссию, Харли, не скрываясь, чатится с как бы Джокером. Само собой, из всей толпы это видит кто угодно, но только не те, кто такие вещи должен с корнем пресекать. Дошло? Мечо, бля... Грязные бомбы, плохие парни с автоматами Калашникова. Это теракт! В городе, конечно, творится полный бардак, однако только кретин поверит, что это теракт. Но нет, полкан стоит на своём, заливая кабину зловонными строями чувство собственного превосходства. И когда начнётся пальба, а она начнётся, ты дождёшь. Тут очень кстати. Непонятно кто открывает пулемётный огонь по вертолёту, и тот падает. Точнее, со всего размаха бьётся о землю и переворачивается несколько раз. Думаете, фильму конец? А вот и нет! Ни у кого, кто был внутри, не появляется даже и синяка. Извините, мол, зрители, но иного способа заставить переть героев через весь город пешком мы просто не придумали. Капитан Гепота... Эм, пардон, Бомеранг, тут же находит самого тупого в команде, на кого пожалели даже две минуты в водной, и подбивает того на побег. Типа, на самом деле, бомб нет, и надо бежать. Причём, надо бежать означает не дожидаться удобного момента, а дать в рыло парочки солдат прямо посреди толпы, чтобы ожидаемо огрести неприятностей. Толковый план, капитан Кенгуру! И не надо мне втирать, что на самом деле он очень умный и просто проверял. От отстрела башки его спас только идиотский сценарий. Поэтому не мудрено, что далее следуют диалоги уровня начальной школы для умственно отсталых. Полкан в очередной раз демонстрирует свою так называемую крутизну, уныло угрожая всем в сотый раз, а Уилл Смит снова демонстрирует Уилла Смита. Угрожаешь мне? А авторитет флага настолько высок, что после воспитательной беседы отморозки теряют окончательные остатки совести, и, ничуть не таясь, в наглое договариваются перебить солдат и свалить в прекрасное далекое. При этом самим воякам на эти шепотки почему-то наплевать, да и лично полкану тоже. Увы, чудесные планы по убийству военщины, ха-ха, так и остаются планами, так как появляется непонятная хрень, похожая на затвердевшую блевотину чужих. Но вы это, губки-то закатайте, вместо чужих вас ждут булькающие говномены, причем с обеих сторон. Флаг, уходите. Что надо сделать после такого приказа? Правильно, продолжать стоять и тупо пялиться на монстряков, дожидаясь, пока эти вас запалят. Тем не менее, солдатчики таки отвлеклись, и этим тут же решает воспользоваться гоп-компания тупых. Никому из них, разумеется, и в голову не приходит, что если сейчас начать переполох, то под раздачу булькающей блевотины попадут и они тоже. Вернее, никому, кроме смертельного ашота. Но тут лишь что-то нерешительно мямлит, и все. Да, ага. Не торопитесь. К счастью для всех, запас терпения у говноменов заканчивается, и они саранчой кидаются на людишек. И в этот самый момент фильм окончательно падает на дно. Ибо становится ясно, что у какашки с пупырышками были введены в фильм лишь для того, чтобы появился повод пострелять. Они как дешевые боты из дерьмовенькой видеоигры. Возникают внезапно, из жопы. В отличие даже от самых плохеньких киношных злодеев, у них нет никакой мотивации повода здесь околачиваться. Господи, у них нет даже мозгов. Они набегают на солдат словно слепые, тупые, но очень бешеные кролики на амфетаминах. Гляньте на одного только придурка со знаком стоп. Дубины солдаты при этом ни на что, разумеется, не способны. Сплошной огонь со всех стволов, булькающая блевотину, остановить попросту не в состоянии. То ли дело Харли с пистолетиком и бейсбольной битой. Короче, у статистов из отряда «Крестик» наконец-то появляется повод показать, что их фильм запихнули не просто так. Да только всё это впустую. Ибо бой завершает тот, от кого уже просто тошнит. Кровожжетный шпрот. Самое смешное, что при поддержке элитных солдат остановить говноменов он почему-то не мог. Зато вот в одно рыло расклад уже абсолютно другой. 20 секунд, и все уроды перебиты. Кстати, элитные армейские спецы и правда идиоты. В сводке были террористы. Да-да, вот эти странные молнии в небе, грязная ядерная бомба. А блевотина чужих игиловские террористы. Ну а уж кто тупее, сами бойцы или их командир? Он кто, человек? В прошлом. Если бы я сказал, ты бы поверил? Умышленно утаивший информацию, способную сохранить им жизнь, решайте сами. Далее, гоп-компания отправляется в поход. Ты бы, блин, что ли, позади, придурка, в шоу, чтобы вовремя их за скуки пресекать? Короче, после очередной порции сопли для 14-летних школьниц перед нами искомый небоскреб. А Шот, обладатель стелса 80-го уровня, тут же с грохотом входит в здание. Ну ладно бы, Харли, но ты, Дэд, алло? Впрочем, моя горячая фанатка тоже находит чем заняться. Харли! Харли! Эй! Самый крутой спецназовец! У тебя же вроде пультик был, или он уже внезапно куда-то пропал? Далее снова дерьмомены, скучно. Фокусы человека зажигалки скучно, сопли Харли вдвойне скучно. А, наши герои наконец-таки добираются до человека, которого нужно спасти. И это, внимание, Аманда! Чудесно! Собери отряд крестик, заставь его устроить глобальную катастрофу, а потом отправь ему же себя спасать. Отличный план! Замечательный сценарий! Лучший в мире спецагент! А разве не должен был, я не знаю, президент приказать флагу эту тупую бабу пристрелить? Ну, исключительно ради свободы и демократии. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, нет, вместо этого сама Аманда собственноручно расстреливает бывших с ней агентов ФБР. Они не должны были ничего знать. Чего они такого не должны были знать? Кто их пустил туда, где им не положено быть? И вообще, если подобная жизнь у вас в порядке вещей, то Ха-команда до сих пор не перебила весь опер состав ФБР, ЦРУ и АНБ одновременно. Неужто в этом сферичном мере высококлассные специалисты на ветках пачками растут? И не надо мне задвигать про тайные схемы? Так, секретные организации не работают. Там служат добровольно, за идею, специально отобранные и обученные люди, ибо только так работа может быть выполнена хорошо. А уж разбрасываться такими ценными ресурсами станет только дебил. Авторы фильма, наверное, хотели показать крутизну Аманды и ее готовность ради цели пойти на все, но на деле получилась какая-то отмороженная Олега Фрэнка, от которой хочется блевать. Ну и что наш типа солдат говорит на эту расправу? Я не осуждаю. Да ты, басенька, лицемер больше, чем все уроды фильмов вместе взятые, включая меня. Твоих сограждан ни за что постреляли, а ты даже не почесался. Как хорошо быть принципиальным патриотом. Ха-ха-ха-ха-ха. Она мне нравится. Ну разумеется, она такая же жоба, как и ты. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну вот герои уже на крыше. Ну да, вы все правильно поняли. Команда невероятно крутых профессионалов должна была всего лишь проводить Аманду из кабинетика на крышу и посадить вертолет. Ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Одно рыло взял штурмом военную базу или провел эпичный воздушный перехват? На крыльях, наверное. Ну и пока его люди поливают крышу свинцом, команда Хэ прячется от пулеметного огня в самом надежном месте на крыше, за шестенными вытяжками вентиляции. Впрочем, весь этот чудесный беспредел длится ровно до тех пор, пока на Харли не отключают бомбу. Её взрывчатка обеспрежена! Да пристрелите её, дебилы! Вот же она перед вами! У вас оружие в руках! Но нет, тупая бабища бросается рыдать камшоту в жилетку. Заключаю контракт. Взамен получишь свободу и дочь. Что сделал бы настоящий дэдшот? Да не раздумывая, грохнул бы Харли! В конце концов, кто ему эта сумасшедшая баба, с которой он знаком всего пару часов? Ау, what the hell? Но наш Вилли, разумеется, очень добрый. Поэтому послушно кивая, специально мажет. Промазал. Впрочем, негритянка не сдаётся и приказывает завалить уже вертолёт. После чего прилетает третий вертолёт и забирает Аманду. Так, если у вас всё так просто с вертушками, то фигля тебя ещё день назад отсюда не вывезли. А? 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 Но всё равно, радоваться тебе пока рановато. Ведь за штурвалом твоего вертолёта сидит натуральный дебил. Вместо того, чтобы подняться повыше, он летит так низко над землёй, что до машины дотягивается наш старый знакомый из метро. Её вертолёт сбили. Казалось бы, туда ей и дорожка. Но нет, флаг тут же реорганизует отряд Хэ в отряд Марии и Терезы и бросается на спасение. Мальчики, я вернулась. Ну, конечно же, к тому времени, как губкомпания добирается до вертолёта, Аманды в нём уже нет. Зато Дэда Шот находит досье на ведьму и, наконец-таки, выбивает из полкана суть происходящей билиберды. А, оказывается, до того, как всё накрылось медным тазом, мета-человека хотели подорвать ручной бомбой. Миллионы ракет, термобарических снарядов, авиационных бомб, дронов и прочее-прочее-прочее разумеется, куда-то испарились. Поэтому только лично, только хардкор. Нет, мы видели, как нарисованное чучело разломало пару вертолётов и машин. Но вы действительно считаете, что все мощи вооружённых сил не хватило бы, чтобы размазать этого урода? Да ё-моё, если бы в Белом Доме поняли, что дело касается выживания страны, то это место через две минуты превратилось бы в радиоактивный пепел. И никакие мамбо-ямбо способности бы не помогли. Говори, как уничтожить вашу армию. Тупая бабища делает вид, что она крутая. Делай что хочешь, тварь. Да, только если бы она действительно была готова на всё, то давно каким-нибудь образом самоубилась. Слопав конфетку с цианичиком, например. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Но нет, через пять секунд мозгососы уже выкачивают из неё информацию о том, как нагнуть весь мир. Тем временем убийственный скриншот в кои-то веке делает что-то разумное. Идёт побухать. А остальные отморозки дружной горьбой следуют за ним, наплевав на типа несгибаемого полкана. Даже почему-то катана, которая... Впрочем, если вы думали, что без военных наша компашка станет вести себя адекватней, то зря. Супер-злодеи начинают перед друг другом ныть. Тот убил, этот не убил, как зажигал очки, жите дальше и всё такое. Другими словами, это полное днище. Кстати, о нём. Тебя нам не хватало. И с чего начинает наш бравый вояк? Вы дошли до места, где говорится, что я с ней спал? Да. А счёт талант. В папке на тысячу страниц сразу нашёл самое интересное. Короче, полкан, вместо того, чтобы чётко обозначить приоритеты и выложить всё, что он об угрозе всему живому знает, принимается конючить и мямлить. Если я не остановлю ведьму, это будет конец всему. Чему конец? Твоей сексуальной жизни? Или ты самоубийца от горя собрался? Ага, миру. Но никогда бы не догадался. И так всё очень-очень-очень серьёзно и скучно. А потому что надо сделать? Правильно. Разломать девайс по управлению дырками и вывалить пачку писем Дэдшоту от дочурки. Мега-убийца возмущён. И ты их держал у себя? Алло, твою мать! Полкан тут ничего не решал и не решает. Да и вообще кинцо-то современное. Следовательно, белый мужик может быть лишь выродком или тряпкой. А умный и решительный здесь только женщины, ну и иногда негры. Поэтому один из них произносит розово-соплевую речь и соглашается флагу помочь. А остальные уроды и мутанты внезапно подрываются за ними. Даже капитан-универмаг. И то, правда, ну какой отморозок маньяк и социопат не мечтает подухнуть ради общего блага. К тому же они ведь бухали вместе целых пять минут. А значит, братья навек. Особенно Харлин Квинзель. Я с вами. Ну а поскольку все мировые супергерои до сих пор находятся в глубоком запое, а Пентагон накрывает вторая волна олигофрении, чародейка с братом продолжают безнаказанно бесноваться. Кстати, я говорил уже, что в реале их зовут Суккубом и Инкубом, а их папашей является демон Осмодей. И нет? Если бы я сказал, ты бы поверил. В фильме же их превратили в каких-то там типа богов, которым когда-то поклонились то ли Ацтеки, то ли Майя. Так или иначе, тупая бабища, по чьей вине этот цирк уродов и приехал, уже слила им всю секретную информацию. Поэтому модель-актрисолька делает то, ради чего ее и взяли на эту роль. Крутит жопой под музыку. Тут-то и появляется наш бравый гоп-отряд. План такой. Найти бомбу в метро и подорвать страшилу номер два. Ну а с круто жопкой даже Харли справится. Но вот беда. Чародейка уже вернула свое сердечко. Поэтому запаливает отморозков еще на подходе и показывает им кино. Я знаю, чего вы хотите. Да-да, больше всего на свете черный паштет хочет не быть со своей дочуркой, а бесса завалить. Жаль, за кадром остались мечтания капитана Кенгуру и его розовенького единорога. Хотя, наверное, после такого адского ада, хотелки всех остальных членов отряда показались бы какими-то уж совсем уродливо бледными. Хе-хе-хе-хе-хе. А облом у ведьмы случается на зажигалке, которая проводит экстренный сеанс психоанализа. Это обман. Да кто у вас в компашке мозговед-то, в конце концов? Харли или этот зататуированный по-самой-не-могу рецидивист? Вы само зло. Ага, и кто это говорит? Мать Тереза или самый разыскиваемый в мире душегуб? Впрочем, корону идиота уже перехватывает зажигалочка. Одну семью я потерял, не хочу терять вторую. Стой, обдумай все. Тоже мне сравнил жену и детей и компанию гопников, которых знает меньше суток. Хе-хе-хе-хе. Короче, суть этого дела начинается схватка. Компьютерный болванчик, до этого резавший камень как пластилин, теперь способен лишь отбрасывать у тырков в сторону. Ну а затем, наконец, самая эпичная сцена фильма, где главную роль исполняет наш пироманьяк в облике индейского бога огня. К сожалению, запаса в топке хватает ненадолго, и зажигалочка слабеет. А так называемая семья лишь тупо смотрит, как его душат, не пытаясь даже стрелять. Вот это по-родственному. Хе-хе-хе-хе. Но время таки выиграно, и героический американский солдат подрывает бомбочку вместе с собой. Не такой уж и большой взрыв разносит мета-человека, на куски. Вы тоже взвыли от этого момента. Да с компьютерным болваном даже обычный отряд спецназа бы справился. Весомый аргумент готов. Короче, осталось разобраться с попокруткой, которая уничтожает секретные военные объекты страны. Ай, молодца, Аманда. Самая умная, дальновидная и надежная защита нации. Нашла пилу, отпилила сок, на котором сидит, а потом слила этой суки. Дошло, да? Все секреты государства. Хе-хе-хе-хе. Кстати, а для чего эта дебильная молния в небе торчала раньше? Просто ради спецэффектов? Замечательное кино. Далее, черотверка. Зачем-то снова перекидывается в старую ипостась и делает вид, что дерется с командой Крестик. Вы не забыли ее скорость? Да она бы за сотую долю секунды убила каждого из них, а не просто сбивала с ног. Не было бы Махача, потому что сценаристы сами сделали все, чтобы он закончился не начавшись. Но даже этого им показалось мало, поэтому они дают ведьме еще и оружие. Это я, по-вашему, сумасшедший. На тех, кто придумал эту дурь, посмотрите. Хватит! Короче, у меня больше нет сил на эту мерзость. Давайте дружно поблюем и перейдем к окончанию. Ведьма так проникается талантами гопоты, что зовет их присоединиться к ней. Зачем? А бог его знает. Видимо, особо одаренные сценаристы не придумали иного способа сделать так, чтобы у Харли появилась возможность на лету вырезать сердце доверчивой вихлезадки. Вот если бы та способна была сгонять в Тегеран и обратно за две секунды, тогда, да, у Арликиншей ничего бы не получилось. Но ведь ведьма ничего такого же не умеет, поэтому все очень и очень логично. Давайте еще раз поблюем. Ну а потом нужно метнуть бомбу в центр непонятной фигни и... Вы же не забыли, что даже без сердца, чародейка, ого-го, какая быстрая? А зря, ибо вместо того, чтобы перехватить бомбу на лету и в стотысячный раз убить всех окружающих, ведьма предпочитает ныть перед пашотом в облике его уж осточертевшей дочерки. В общем, пока бомба летит, мегакиллер успевает поорать, зажмуриться и выслушать с серьезным выражением лица безумную хрень. У меня уже даже сил блевать не хватает. Короче, Палкан уничтожает сердце ведьмы, та подыхает, но с носительницей все отлично. Вы ведь уже успели соскучиться по соплям, да? А по Аманде? Несмотря на штыри в башке, та, разумеется, живее всех живых и снова кидает всех. И, казалось бы, учитывая тот кошмар, который она устроила, сидеть ей в соседней клетке с дедшотом. Но нет. Ее, походу, не понижают даже в должности. Какое хорошее кино. Кстати, при чем тут Брюс Уэйн? Сверните проект. Не может же он быть... Не... Ну а как там наши герои? Да, снова сидят по клеткам. Капитан Утконос получает в нос. И, ага, женщину-охранницу в мужском тюремном блоке. Крок кабельные, а Ашот встречи с дочуркой. Стреляешь в человека на улице? Угу. Геометрия на примере убийств людей это же так мило. Папочка года. Однозначно. У него с дочуркой все шансы лет через десять оказаться в соседних камерах. Харли же освобождает... Это было ужасно, кошмарно, мерзко, невыносимо. Я задыхаюсь, у меня плохо, я умираю. Тут отвратительно все. Отвратительные положительные герои. Отвратительные отрицательные. Полнейший мисс каст по дэдшоту, полкану и... Джокеру. Единственное, кого не за что ругать, это Харли. И то ровно до тех пор, пока ее не накрывает воспоминаниями. А остальных же суицидников, похоже, набирали только для массовки. И плевать, что сыграли они, в общем-то, неплохо. Кроме Катаны. Обойной была, обойной осталась. Причем на одних только этих героях сюжет и держится. Потому что если их убрать, то в фильме не останется ничего. Предельно дебильный сценарий, противоречит сам себе в тысячи мест и не выдерживает никакой критики. Пациентке-психлечебнице мерещатся несуществующие проблемы. Поэтому она находит самых страшных отморозков на планете, чтобы те создали настоящие проблемы глобальных масштабов. Ну, это как если бы мне дали бомбу и сказали «Иди, Джукер, защите людей!» Это все на сегодня. С вами был я, Джокер. Радуйтесь, смейтесь, пока можете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...